ВЫСТРЕЛ Отработали морзянкой, сказали, Владимир Александрович, дорогой, находимся рядом, готовы переговорить, обсудить, какие вопросы, проблем никаких нет. Он готовил обеды хозяину Кремля, а теперь пытается стать главным боевиком России, вербует зэков и зарабатывает на крови. Толбили, никаких эмоций. Евгений Пригожин для достижения своих целей теперь собирается вербовать в ЧВК женщин-заключенных. Инициатива якобы возникла от депутата Свердловской области, который обратился к повару Путина с предложением. Уважаемый Евгений Викторович, сейчас ко мне обратился коллектив женщин, отбывающих наказание в ИК-6 города Нижнего Тагила Свердловской области. Они готовы отправиться в зону специальной военной операции в качестве связистов, врачей, медсестер, чтобы оказывать там пассивную помощь нашим военнослужащим. Пригожин сообщил о готовности принимать в свои ряды заключенных женщин. Они могут стать очень полезными на передовой в качестве снайперов и диверсантов. Абсолютно с вами согласен. Не только медсестрами и связистами, а также в диверсионных группах и снайперских парах. Всем известно, что это широко применялось. Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но, думаю, дожмем. И вот старания Евгения Пригожина и его частной военной компании заметили и за океаном. В Конгресс США уже внесен законопроект о признании ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Кроме того, администрация президента Джо Байдена заявила о том, что внедрят санкции, которые ограничат доступ пригожинских террористам к различным военным технологиям. Действие против группы «Вагнера» знаменовало бы собой новое усилие США по противодействию группировке, которая приобрела известность и влияние во всем мире. Особенно после вторжения России в Украину 24 февраля. Группа «Вагнера» имела возможность покупать разное военное вооружение, в котором использовались американские технологии, как частных, так и государственных компаний. Санкции накладываются на все сектора. Особенно это важно в частном секторе. Эти санкции дадут возможность блокировать товары даже двойного назначения для ЧВК «Вагнер». Таким образом, за океаном хотят снизить уровень боеспособности «Вагнеровцев». Запрет распространяется на все виды оружия. Артиллерийские системы и вертолеты, и другие вооружения – такие санкционные ограничения, которые вводятся по отношению к ЧВК, очень важны. Уже в ближайшем будущем ЧВК «Вагнер» сможет пополнять свой арсенал разве что оружием российского производства. Старыми советскими танками, но в их почти не осталось автоматами Калашникова и, конечно, кувалдами. Этого им Америка не запрещает.